Приветствую вас, достаточно, просто вас, всё в вашем тексте. Ключевой момент в том, что вы боитесь потерять человека. Если вы боитесь потерять человека, значит вам он по какой-то причине нужен. И нужен он вам достаточно сильно. Вот, соответственно, здесь нужно поисследовать. Почему он вам нужен? Почему вы боитесь его потерять? Понимаете ли вы по факту, что когда вы, человека, боитесь потерять, вы становитесь зависимы от него? Вот. Таким образом. И человек волей-неволей пользуется тем, что вы от него зависите. Он пользуется тем, что вы ему делегируете. В свою очередь зависимость появляется в результате неполноценности своей без человека. То есть вы чувствуете себя неполноценной без мужчины, например. Вот. Вы себя так ощущаете. Хотя это безусловно не так. Но вы себя так вероятно чувствуете. И соответственно здесь очень важно, на мой взгляд, конечно, поисследовать, как вы к этому пришли. Да. Как вы пришли к тому, что, допустим, без своего мужа, вы будете чувствовать себя хуже. Вот. Как вы к этому пришли к тому, что мотивирует вас считать, считать, считать такое, ну или считать так. Ну вот. И, соответственно, повышать свою самодостаточность, повышать свою независимость от мужа и так далее. Потому что, как мне кажется, человек ревнует вас именно по той простой и достаточной причине, что вы боитесь его потеряться. Вот. Вот. Если бы вы не боялись человека потеряться, если бы вы не боялись его потеряться, вот, то проблем бы не было. Таких мужчина, он бы не чувствовал, не чувствовал той власти над вами, которую он ощущает сейчас. Вот. Вот. Вот, соответственно, такой примерно ответ вам, наверное, можно дать. Ну, я так, я так думаю, так можно ответить пока что. Опираюсь на то, что вы сказали вам. То есть, конечно, я думаю, я думаю, что вне всякого сомнения, ревность человека является необратанной, да, вне всякого сомнения. Но, с другой стороны, с другой стороны, вы сами как-то относитесь к этой ревности и, ну, очевидно, в иной степени можете ей потакать. Вот. Ну, в данном случае речь идет, конечно, о том, что, вот, вместо того, чтобы указать мужчине, например, на наличие у него проблем, да, вместо этого вы, по сути, демонстрируете, вы демонстрируете ему, что готовы, ну, поддерживать такое его поведение и, ну, восприятие, скажем так, да, восприятие вас. Вот. Мне кажется, что баннер добиться может вам только лишь навредить. Вот. Поэтому, примерно, такой ответ я могу вам дать. Примерно. Так я могу вам ответить. В таком ключе. Ситуация свидетельствует о том, что ваш муж очень неуверен в себе. Вот. Ситуация свидетельствует о том, что ваш, ну, что вы, ваш мужчина сомневается в себе, что ваш мужчина боится, ну, боится чего-то там, да, боится какой-то конкуренции, да. Боится, там, к примеру, остаться один, ну, в общем, в общем, моментов достаточно много, чего мужчина боится. Вот. И вопрос заключается в том, хотите ли вы быть таким человеком, потому что вредит это не только вам, но и вредит это вашему ребенку в том числе. Вот. Отдельно я хотел бы обратить, обратить ваше внимание на то, на то, что это, я так понимаю, уже второй драк. Насчет, который, который у вас не складывается. Вот. Соответственно, соответственно, если, если это так, если это правда, то здесь нужно смотреть именно на то, что вы делаете не так, но не так. В контексте, ну, в контексте выстраивания отношений. Вот. Потому что, ну, очевидно, да. Очевидно, что, что это вы делаете неверно. Очевидно, что, какие-то вещи вы делаете, ну, не совсем корректно. И лучше, лучше будет, для вас будет лучше, если вы разберетесь с этим. Вот. И определите, чего вы хотите дальше. Потому что сейчас, сейчас, что вы делаете, это подкрепляете Товицу у мужчины, то есть, как бы говорите ему, ну, Ну, продолжаю вести себя в том же духе, я продолжаю вести себя А так же, вот, я пойму прямую и прочее, ну, ничего хорошего в этом нет Не для вас, не для вашего ребенка, вот Поэтому, эм, смотрите, смотрите сами Конечно, как вам дальше себя вести, но в целом, мне кажется, что у вас отношения не совсем здоровые Я бы даже сказал, что они зависимые, вот, и для вас же будет лучше, если вы над ними поработаете, вот Все вместе над своим страхом, ну, то есть, вот Сами подумайте, а здорово ли это, что вы боитесь своего капитана, вот Здорово, здорово ли это, насколько это полезно для ваших отношений, вот На этом все, надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ, буду благодарен за его отынку в качестве лучшего, желаю вам всего самого доброго и удачи Спасибо за просмотр!